Ну что, будем продолжать мучить именно китайца Т-39 кг. Решил я поменять лапку с заводской лапкой. Вообще бидон. Начала барабанить. Ружина прослабла. Вот так всё делается. Видите, разбито всё. Она почти не держится. Ну и чтобы снять, надо снять штопор, вытянуть там шток и всё. На этом вся работа заканчивается. Обрата поставить, прыжинку поставить и добыть. Но мы начинаем. Ну что, сняла, короче, подножку. Шток сам. Тут такая вот выработка на самом штоке. На фокусирующего. Видите, бешеная вырубка. На всех трущихся частях. Может смазать надо, может такое качество железа. Он, походу, ещё родной шток. Ну и самой подножки. Вот, смотрите, какой эллипс тут сбомбила. Там. Ну, короче, подножку, в принципе, под замену. Ну и тут. Я думал, прыжину поменять обойдётся. А тут вот как раздавало всё. Саму подножку придётся менять. Ну, как-то так. Снял я отбойник. Отбойник. Вот такая подножка была. А теперь вот такие продают. Подножки. Фиг его знает. Потому что она не одна. Она вроде бы одна по виду. Вот. Разница. В чём. Ну что, будем смотреть. Именно этот штучек. Вот. Стокаря подойти. Доказать. Чтобы вытащил. Пару штучек. И всё. Пойду посмотрю свой закромах. Может, есть такое. Может, и нету. Там будет видно. Ну, походу придётся идти токарю к ланец. Пару штучек таких вот вытащил. Ну что, вернулся от самого кутра. Хорстман 51. Проблемой такой была. Остановка лавки. Новый. Ну, столкнулся с такой проблемой, что было вынос на пальцы самым. Вытащил токарь такие вот пальцы два. Запас. И посмотрим. Поставим мы сегодня или нет. С мячком всё заходит. Очень плотно. Это очень замечательно. Как-то так. Штопор есть. Обыкновенное соединение. Без проблем. Будем устанавливать сюда центральную подножку. Установила подножку. Вот так. Здесь отверстие. Станавливается такая вот шайба. Сюда. И вот такой штопорок. Сейчас установим и поставим. А центральную пружинку мы поставим с вами. Увидели, как её ставить легко и просто. Нашёл я штопор. Вот такой родной штопор. Китайская Г. Вот. А нашёлся свой советский. Он подходит под отверстие. И, по крайней мере, он будет держать лучше. Чем то вот это вот. Непонятное. Он мне новый. Установим сюда. И зажмём плоскогубцами. Вот так. По крайней мере, он будет держать лучше намного. Вот. Одной рукой неудобно снимать. Компы. Так. И тут и будет намного лучше держаться. Можно проволочину придумать какую-то там. И того подобное. Ладно. Я установлю. Покажу, как мне получилось. Одной рукой неудобно. Вот так мне получилось установить штопор. Будет меньше движения. И он сел очень плотненько. Ну, а сейчас будем устанавливать странную лапку его. Посмотрим, как оно будет. Ну, вот так мне получилось установить под ножку. И с вами будем устанавливать именно эту пружину. Устанавливается она просто вот так. Нажимается. И ставится. Вот. Ну, одному неудобно. Вот так. И слегка подталкиваешь. И все. Ну, я установлю и покажу. Вы поняли принцип установки. Или с этой, или с этой стороны. Особо разницы нет. Обычно отсюда отстает. Будем ставить пружину. Ну, что, установили пружину. Легко и просто. Мы задели отсюда. И этой плоскогубцей мы с твердкой сюда задели. И она встала. По крайней мере, она не сейчас не болтается. И чувствует себя замечательно. Вот. Никакой шапки. Ничего. В принципе. Идеально. Но мы будем дальше продолжать следовать. Ремонт. Это узкутра.